Девушки отдыхают Девушки отдыхают Чайка расположился по левую сторону У нас был раньше спортивный клуб Чайка Потом переименовали Торпеда И наверное эти традиции и назвали команду Чайка Потому что у нас была Торпеда-2 Еще 4 и более лет назад Команда называлась Торпеда-2 Но сейчас по регламенту Команды из КХЛ и МХЛ Не могут иметь одно название Лига образовалась для ребят Под споринг хороший Между молодежной и высшей лигой Правильно там говорят До 21-го года если заиграл То уже можно играть в КХЛ МХЛ открывает перед молодыми игроками Все двери Перспектива хорошая В КХЛ можно не только в Торпеду попасть И в другие команды Был раньше клуб Торпеда Его сейчас не стало Торпеды все свои Все свои, все наши А сейчас что такое Торпеда? Сейчас это не Торпеда А сборная Кто согласится за деньги играть Тот Торпеда Раньше в Нижнем Новгороде На каждом углу Люди играли шайбу А сейчас никого не найдешь Только вот здесь вот За последние годы Конкурентноспособность в Лиге Заметно возросла Из молодежного хоккея В основную команду С каждым годом Попадает все больше Молодых игроков МХЛ, который организовался Три года уже Это очень замечательно Для ребят Для такой у них Получается промежуток Потому что после молодежной Еще где-то закрепиться Возможность играть в Лиге Со своими сверстниками Дает необходимое время Игроку окрепнуть Не только физически Но и психологически Основной хоккейный тренер у нас Рьянов Вячеслав Серафимович Виктор Петрович Доброхотов Они смотрят на физические кондиции Игрока И мы уже совместно Всей командой Все делаем Чтобы команде добиваться Поставленных целей Должно сойтись Здесь воедино много факторов Помолодилась команда Там ребят много пришло Молодых Значит, турнир не очень удачно провели Старт чемпионата у нас Хорошо прошел Потому что много домашних игр было Ну, народу, скажем так У нас в обрез Было 4 пятерки Второй половине травмы пошли Ребята немножко подустали Все-таки очень напряженный график игр В МХЛ очень напряженный Это как в МХЛ, наверное У всех команд бывают и взлеты, и падения Легче преодолевать сложности той команде В которой хорошо развит дух товарищества Когда в коллективе царит позитивная атмосфера Все, ребята, хорошие Коллектив сложился хороший Уже давно все вместе почти играем Приходишь в развалку Как приятно все Ну, как бы все друг с другом хорошо общаются Такого нету Чтобы какая-то дедовщина Что-то кого-то где-то Ну, бывает, подкалываем друг друга Это без этого никуда За чайку играют ребята разных возрастов Самая опытная линия в команде Это оборона В защите играет и один из лидеров команды Илья Зеленко Хороший пацан Боевой На игре все время бьется Старается Лидер команды Характер боевой Хорошо катается, бросает На площадке он агрессивный Любит вперед подключаться Может поставить за команду За себя Основной игрок нашей команды Против него, когда тренируешься Нелегко против него Позицию выбирают правильную Парень с челчком Полян увидит Катание, в принципе, неплохое Ну, молодец парень Герой нашей сегодняшней программы Илья Зеленко Родился 7 сентября 1991 года Воспитанник нижегородского хоккея Рост 182 сантиметра Вес 82 килограмма Амплуа Защитник За хоккейный клуб «Чайка» выступает С 2009 года Первые шаги Это дворовый стадион Он с маленькой лопаткой А я с большой Мы чистили каток И он катался Пошел я В 7 лет В хоккей Вообще ничего не умел Даже кататься толком Я пришел Уже все катались Все там шайбы уже владели А я по бортику ходил И потом постепенно Как бы Всех нагнал Я, кстати, очень радуюсь Сейчас, приходя На какие-то большие катки И вижу, что даже уже В 6-7 летнем возрасте Бегает молодой пацан Совсем Мальчишка С клюшкой Ну и здорово Это прекрасно, что они увлекаются этим А не чем-то другим Что они во дворе И несутся К любимому тренеру И чаще всего это Ну, во всяком случае В моей жизни так было Это очень хорошие люди Люди, которые могут быть с детьми Это особые какие-то Персонажи В жизни нашей, да? Один раз помню То, что на тренировке Руку мне сломали Когда был маленький Было очень больно И у меня шрам там остался В команде Илья играет В первой паре защитников В играх за свой клуб Он отлично справляется Не только со своими Прямыми обязанностями Но и немало помогает нападающим В этом сезоне Илья Зеленко уже забросил Семь шайб И отдал девять голевых передач Илью Зеленко знаю уже С детской юношеской спортивной школы Так как он является воспитанником Нашей школы торпедовской Еще в юношеском возрасте То есть как бы он был Достаточно таким парнем Как про таких говорят Любознательным То есть подходил на дополнительные занятия Ну и до сих пор То есть если что-то, чего-то нужно То есть он всегда подходит То есть и дополнительно Что-то выполняем Такой подход к хоккею Такая требовательность к себе Одного из лидеров команды Это отличный пример Для более молодых игроков Ну ребята стараются, бьются Где-то получается, где-то не получается Но задача плей-офф у нас Мы будем биться до конца В прошлом сезоне Чайка выступила не совсем удачно Даже не попав в зону плей-офф В сезоне нынешнем У команды есть все шансы Избежать прошлогодней участи Очень зрелищный Ну прежде всего Благодаря Плотности событий В единицу времени То есть очень динамичный спорт Скорости, с которыми это все происходит Они, конечно, совершенно другие Они бешеные Они завораживают Хочется верить, что слово Биться Ребята в команде не воспримут буквально И главное предпочтение Отдадут тому Чтобы играть в хоккей Обыгрывать и переигрывать соперников Те же и переломы И разрывы связок И разрывы мышц Повреждения ключичных Соединений Нет сомнений, что хоккей Это один из самых жестких Контактных и травматичных Видов спорта По этой причине Врачи команд Редко сидят без дела Хоккеисты получают травмы Не только от столкновений Друг с другом Или с бортом Но также страдают и от шайб Под шайбу лег Любой готов Для этого мы играем Используем саун Массаж Физиотерапия В каждой команде Должен быть врач Но еще лучше Когда есть не только врач Но и массажист Перед тренировкой В основном происходит Разогревание Мы готовим хоккеистов В которых есть микротравмы Надрывы Там либо еще что-то С мышцами С помощью специальных мазей И мы их разогреваем Чтобы ребята Не ощущали дискомфорта Во время игры Тренировок А после тренировки Уже делаем Основательный массаж Здесь у нас парилка Где одновременно Могут париться Десять хоккеистов Баня влияет тем Что ускоряет Процесс восстановления Мышц Которые забиты Ну и естественно После массажа Необходимо Игрок сначала распарить И потом следует массаж Здесь у нас бассейн Вода 36 градусов То есть после парилки Ребята сюда Откнаются Остывают А потом Проходят на массаж Вот здесь С помощью массажа Кровь, которая застаивается На травмированный участок тела Она быстрее разгоняется Привет, меня зовут Виктория Я девушка Ильи Зеленко И приглашаю вас К нам в комнату Даже личная жизнь Ильи Имеет спортивный привкус Девушка Чье имя означает Победа А чтобы добиться Ее расположения Илье пришлось Использовать Спортивный характер Терпение И умение Добиваться Поставленной цели Мы познакомились Мы с ней В клубе Вот У нас Было первое знакомство Ну Небольшое По продолжительности Было Буквально минут 10 Мы с ней Пообщались Сидит молодой человек Кудрявый Ну я вижу только кудри Я помню Что на нем была красная майка Такие большие Накаченные ноги В синих джинсах Вот Он поворачивается И ему говорят Вот это Вика Поворачивается Улыбается Смотрит Господи Какой красавчик Вот Он смотрит Такой Здравствуй Я говорю Ну все Ладно Ты теперь будешь Моим мужем Сажусь И обнимаю его Это было единственное Сумасшедшее поступок Мне кажется В моей жизни Потому что я с мужчинами Так не обращаюсь Я все-таки Стараюсь себя более скромно вести Но тогда мне почему-то Ну это наверное Просто хотелось развлечься Вот Ну А Илья Воспринял все Очень серьезно В первый раз Выпросил номер ее Начал ей звонить Писать Потом начали встречаться Там Первая встреча После того Как мы познакомились У нас прошла На улице На улице Я пришел с букетом цветов Одет спортивно Беспортивно Весь стеснялся А я вообще не люблю Спортивных мальчиков Мне казалось Каким образом Вообще Как можно ходить На свидания С девушкой Спортивной одеждой Вообще Как можно одеваться Спортивную одежду Но спустя какое-то время Я поняла Что спортсмены Так и приходят Вот в трениках С мокрыми волосами На свидания То есть у них Нет других вариантов одежды Вот Ну ты можешь все Рассказывать Не расскажи ты Вот Ну и так Как-то я пытался Добиться ее расположения А тебе отказнули В течение полгода Где-то мне Наверное Не то что отказывали А потом уже просто Мне сказали То что Я больше не могу С тобой дружить И все Я даже тогда Расторовался Сначала не понял Что это На самом деле Дружить не может Потом я сказала Потому что ты мне нравишься Вот Ну вот так Объединяет нас Наверное Любовь Скорее всего Чувство Взаимоотношения Я на самом деле Не знаю Потому что Если смотреть на нас И точнее Пообщаться с нами По отдельности Мы совершенно Разные люди Может быть Нас объединяет То насколько нам Хорошо вместе Независимо от того Ну это моя версия Подожди Сейчас ты тоже скажешь Мне интересно Независимо от того Что происходит Бывают радостные моменты Бывают и совершенно Нерадостные Потому что Когда он уезжает В поездки На самом деле Меня охватывают Истерики Мне очень тяжело Находиться без него Но я думаю То что Господь Послал мне этого человека Чтобы я вот как раз Училась тому Что я не умею делать Совершенно ждать И терпеть А сейчас Просто приходится И в этом можно найти Свои плюсы Может быть Ну цели Какие-то определенные Есть общие у нас С ней Достичь Там Благополучия Чтобы было Общее и семейное Как бы мы уже Об этом думаем Сейчас главная цель Ильи Достичь желаемого В спортивной карьере Этого гораздо проще добиться Имея рядом человека Которому доверяешь И во всем на него Можешь положиться Так что нет сомнений Что свою главную Победу в жизни Илья уже одержал Встретил И добился Любимого человека Вот самое приятное То, что она для меня делала Это она Печенье для меня делала Сама Она сама Все это делала Как-то готовила И они такие Очень вкусные были Я их никогда Таких в жизни Не пробовал вообще А любимое блюдо Мне нравится Пюре Как она делает Она как-то необычная Делает пюре И с мясом Я знаю то, что это пюре Это картофельное пюре По моему особому рецепту Я держу его В строжайшей тайне Вот А никому не рассказываю На самом деле Мы только вчера его готовили Ну и соответственно Там было что-то без мясного Вот Но Ему нравится Это его своеобразный Афродизиак Для того, чтобы разнообразить Тренировочный процесс Команде «Чайка» Не обязательно покидать Пределы ледового дворца Уютный спортивный зал Который располагается В ледовой арене Позволяет в приятных условиях Играть в футбол Даже зимой После тяжелого выезда Решили немножечко Так скажем Разгрузить Как физически Так и психологически Ну вот То есть не теряя Так скажем Игровой практики Поиграть Тоже в игровые виды спорта Но немножечко другой специфики Подготовка перед льдом Размяться Чтобы все мышцы подготовить К тренировочному процессу Чтобы их там не растянуть Хорошо уметь играть в футбол Или баскетбол Не самое важное для хоккеиста Но умение играть В другие командные игры Хоккеисту позволяет Правильное игровое мышление Хорошая координация И отменная физическая подготовка Другие игровые виды спорта У нас как бы совмещаются Совместно и с силовой подготовкой Вот Делим на две группы Одна группа занимается В тренажерном зале Другая группа Играет в футбол Или баскетбол И затем меняемся То есть чтобы постоянно Была игровая практика То есть других видов спорта Главное что объединяет Хоккей, футбол и баскетбол То что это командные игры Таким образом Даже не занимаясь на льду Игроки могут отрабатывать Между собой командные взаимодействия И улучшать взаимопонимание на поле Каждый хоккеист имеет свои особенности У кого-то это нестандартное игровое мышление У кого-то бросок Но чаще всего отличительной чертой каждого Является техника катания Для каждого хоккеиста у нас Существует своя отдельная желоба Кто-то поострее любит коньки Кто-то любит помягче Рабочая поверхность конька Находится вот в этой части А есть ребята Которые просят Чтобы рабочая поверхность была вот здесь Все индивидуально Это также зависит от роста веса Если конек переточить То ему будет тяжело кататься Он будет вырезаться в лед Мелочей в большом спорте не бывает От того, как наточен конек Зависит, если не все, то многое Все, теперь коньки готовы Хоккеисты люди суеверны То, как одевается спортсмен Тоже является его особенностью На какую ногу в первую очередь Надеть конек Как обмотать клюшку С какой ноги ступить на лед Все это не случайности А спортивные приметы Сначала они как бы начали хорошо Ну, игру мне очень нравилось А сейчас все как-то изменилось После Нового года Они стали хуже играть гораздо Не знаю, какие у них шансы Мне кажется, они невелики Пас проходит в среднюю зону Вот хорошая может быть атака Журавлев в 1-0 И 1-1 Отличной передачей находит Защитник Зеленко В хоккейном клубе «Чайка» Очень серьезно относятся К каждому сопернику Перед каждой игрой Тренеры проводят с игроками Теоретическое занятие Где наглядно показывают Все сильные и слабые стороны игроков Вот здесь стоп Перехват, отсюда быстро С перехвата должна идти контакта Для чего мы обороняемся? Я еще раз вам говорю В средней зоне, в зоне обороны Мы это создаем для того Чтобы отобрать шаг Быстро перехватить И иметь преимущество в атаке Быстро перейти в контакт Каждую игру, во-первых, снимаем Делаем подборку Где ошибки Чтобы их не повторять Наглядно показывает Она быстрее усваивается Легче работать Хоккей мне очень нравится Ажиотаж Это ожидание Когда же противник Забьет или не забьет шаг Второе – это драки То есть это столько эмоций прибавляет Вы понимаете, что ты можешь Энергетикой буквально питаться Я ожидаю вот тех моментов Даже на матчах Ильи Когда наконец-то кто-нибудь Кого-нибудь сильно ударит Драки – неотъемлемая часть хоккея Зачастую некоторые болельщики Ходят на стадион только для того Чтобы увидеть, как хоккеисты дерутся Бывает, что страсти в матче накаляются так Что в рукопашном бою Сходится команда на команду Как бы сурово не выглядело это сражение Сами хоккеисты вспоминают об этом с улыбкой Совсем по-другому На такие происшествия Реагируют родные и близкие хоккеистов И кричишь, и переживаешь, и ухаешь, и ахаешь Все это, конечно, очень тяжело для мамы смотреть Я очень азартная, я очень переживаю У меня такое ощущение, что я там прыгаю на поле Катаюсь Я очень переживаю за наших ребят И что уж греха таить Уже полгода я смотрю хоккей В этом сезоне из хоккейного клуба «Чайка» В различные сборные МХЛ отправились два игрока Две команды были созданы Это команда ребят, которым до 21 года И вторая команда 94-й год Мы с этими ребятами ездили в Данию Ребята хорошие все, проявили себя очень хорошо Турнир выиграли этот Первую игру выиграли у сборной Дании, у местной команды За счетом 3-2 по булитам А у сборной Франции выиграли 11-0 Такая инициатива была от руководства клуба От Владимира Владимировича Юрзинова Ну и вторая команда, которая постарше Они ездили в Америку Там взрослые ребята играли, которые студенты Там 25 лет Ну, может быть, результат не такой Но я думаю, польза для ребят это огромная Здравствуйте, мы игроки Рестар А также представители региона Павловича Теперь обратно на левый пункт Палиота Драйв, типт в фронт Хороший тип от Рейнольдс Но даже лучше отбежать от Иваникова Он был виноват в УВМ-реш Теперь центре фит Типт в голову Илья Зеленко типт в голову Транзиссионная игра для Редстар Два в два С Романом Любимовым в атаку Я думал, надо рисковать Побежал вперед, он просто набросил шайбу Я подставил удачную И гол получился Очень даже красивый, мне кажется Молодые игроки, играя против более взрослых североамериканцев Бесспорно приобрели огромный опыт Немногие могут занести выступление в этой серии себе в актив Один из таких немногих – Илья Зеленко Меня очень нравится хоккей Ну, я из Дании У нас есть наша команда Это не российская команда Но я знаю, Россия Россия есть самая лучшая в мире И это очень интересно Кто бы еще, как не наши ребята, занимали бы первые места Мне кажется, что вот эта вот традиция Я не знаю, как правильно назвать традицией, не традицией Что наши ребята, хоккеисты, самые лучшие в мире Это очень круто И дай бог, чтобы никогда они никому не проигрывали И всегда были только самыми первыми Не только в Европе, а вообще в мире И вообще в принципе Ну, опыты и много нового для себя сам как бы увидел Даже смотреть по-другому стал на хоккей Там все были очень дружные команды И все друг за другом переживали, старались Понравилась сама атмосфера, когда там на матчах Очень много народу приходило Любит хоккей все Не только молодежные чемпионаты мира А дворовые, районные, городские, региональные Какие угодно И тогда с самых юных ногтей мы будем расти Серьезных спортсменов Не понравилась мне там Еда Еда Там еда, она очень отличается от нашей русской еды Нет там борщей наших русских любимых Там этого нету Очень не хватало Этот Новый год Илья встречал с командой в Америке Скучал по дому Хотелось дома с родителями, с близкими С любимой Встретить Новый год Но не получилось Встречал с командой, с ребятами Мы тоже достойно встретили его Подняли бокал Мороженое Мороженое У нас было мороженое, торты Тоже там нас поздравили Тренера Толстые говорили Мы это все покушали Очень вкусно Мандаринах мы покупали Тоже, чтобы как-то Все покушали Все, да Майка-то, все ребята расписались на память А моей росписи нет Моя, вот Шапку вот я тоже привез А, вообще что же? В импел Ну и полно всяких разных маленьких сувениров Статую свободы я привез И из Чикаго вот такая вот штука есть Блиц-запрос Играть в хоккей – это Играть в хоккей – это Играть в хоккей Деньги – это Что-то времени Любимая девушка должна уметь Готовить Я женюсь, когда Когда попаду в команду мастеров Когда у меня выходной И я Отдыхаю Абсолютное счастье Когда Когда все вокруг счастливы Я ненавижу Когда Когда идет дождь Мне никогда не надоест Играть в хоккей Я очень рад За то, что у нас есть такая команда Сборная Отличная Которая Ребята вообще справляются Своей задачей на 100% Желаем им Группа Корней Желает им победы В дальнейшем Чтобы они стали чемпионами Конечно, будут поражения Как и у каждого в жизни Но Сильно не тот, кто упал И не встал А тот, кто упал и встал И поднялся И пошел дальше Пока Этот сезон Хоккейный клуб «Чайка» В целом Илья Зеленко В частности Могут занести себе в актив Главное Цельный сезон Который стремится команда Не выглядит невыполнимой На данный момент «Чайка» входит в зону плей-офф А до конца регулярного чемпионата Уже рукой подать Главное Не растерять Завоеванных в середине сезона Позиций Что касается Ильи Зеленко Героя нашей сегодняшней программы То он приобрел Незаменимое Это Опыт Опыт выступления На международном уровне В сборной команды МХЛ Первый шаг В правильном направлении Сделан Осталось продолжить В том же духе И уже в следующем турне По Северной Америке Отправиться Не со сборной МХЛ А со сборной России У этого человека Есть спортивный характер То есть Когда Тренер ему говорит Нужно То есть Превозмочь себя То есть Он это выполняет Это и сказывается Что у нас То есть Наработан очень большой Физический потенциал Именно внутренний Лет 10-12 Например Я его спросила Илюш А вот ты будешь хоккеистом Да, мам Я буду хоккеистом Я говорю Ну а если бы ты не был хоккеистом Кем бы ты был Я бы был футболистом А не футбол Мама Я бы была все равно Спортсменом То есть Это уже воля в победу Игра Ну то есть Это его Мне очень приятно Когда я выхожу на сцену И концерт Проходит круто Это меня Где-то утверждает Как артиста В моей деятельности То же самое Думаю Этих ребят В каждом деле Каждого человека Если он добивается Какого-то успеха То это Само Ну стойкость Появляется Очень горжусь всегда Нашими хоккеистами Настоящими мужиками Которые доказывают Не то что снова и снова Почти снова и снова Что они лучшие Это так и есть Молодежная хоккейная лига Это всегда хорошо Стей хэви Всегда готов Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...